Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшнем выпуске нашей программы мы расскажем о системе школьного и дошкольного образования, о том, что сделано в этом направлении у нас в республике и что еще предстоит сделать. В этом смысле микрорайон на улице Гладково в Чебоксарах – одно из самых показательных мест на карте Чуваши. Два года назад здесь введен в строй садик, а скоро напротив появится школа, под которую уже вырыт котлован. Такое соседство – факт весьма примечательный и заслуживающий того, чтобы заглянуть на стройку. И мы это сделаем обязательно. Но вначале вместе с главой Чуваши Михаилом Игнатьевым и депутатом Государственной Думы России Аленой Аршиновой посмотрим, как живут, подрастают и чему обучаются малыши в детском садике номер 8. Заведует Дворцом детской радости Елена Яндимиркина. Живут малыши неплохо, условия созданы идеально. Есть даже соляная комната «Дары моря», где можно с пользой для здоровья провести несколько минут, да еще и сказки при этом послушать. Гостям, самым непосредственным образом причастным к строительству садика, показали гидромассажную ванную, плавательный бассейн-плюк и сауну-здоровейка. А кто веником еще парится, тот вообще закаленный будет, меньше будет болеть. Носиком дышать. Вот, молодцы. Молодцы. Глядя на все это, люди старшего поколения наверняка вспомнили свой мир детства. Он мало походил на сегодняшний. Инвестиции в будущее страны были в прошлом веке куда скромнее. Жизнь меняется стремительно. Эти мальчишки, девчонки должны стать лучше, красивее и сильнее прежних поколений. Что ж, здравствуй, племя молодое, незнакомое. Ребята учатся мечтать, строят планы и могут вести разговоры на любые темы. Я хочу стать директором. Директором чего? Детского сада? Или чего? Школы? Столу. Столу? Какого? Вот. О, что такое родное. Допустим, всех кормить, да? В этом возрасте, как нельзя лучше, усваиваются нравственные и моральные принципы. Вырабатывается стремление к достижению поставленных целей. Если ребенок взял в руки и опробовал даже игрушечный рабочий инструмент в мастерской самоделкина, то это обязательно поможет ему сориентироваться при выборе профессии. Ребята, покажите-ка, пожалуйста, что вы умеете делать. О, молодцы! Кто быстрее? Почему ты кем хотел стать? Лотником. Лотником, видите? Почему? Потому что я хочу делать мебель у вас. Красивую мебельку делать и нам сзади привозить. Я хочу стать строителем. Мы здоровые плотники, а лучшие работники. Нужные работники, строители и плотники. Впрочем, и горшки, как известно, не боги обжигают. Чья работа? Ты? Как тебя зовут? Да. А ты где рисовать научаешься? Я с тобой. Руку покажи-ка. Руку вот тут. Ну, а в настоящей работе и рубя. Это уже в таком возрасте брать что-то в руки, что-то говорить. Это же здорово, а что? Да и мастера спорта и театральной сцены тоже начинали с простых занятий. Воспитатели детсада научат, подскажут. А если выявят одаренного ребенка, то, конечно, расскажут об этом родителям, чтобы развить талант. В музыкальном зале депутат Алена Аршинова не сумела сдержать себя и закружилась в хороводе. Все мы родом из детства. Да, надеваться, хорошо говорят. Ты рада, вся наша жизнь. А вам нравится одеваться в такой надежды? Да. Это национальный колорит, это, не боюсь, простые узоры, но вы еще красивее смотритесь. Мальчишки и девчонки обратили внимание на стройплощадку поблизости от детского сада. А из теленовостей знают, что это строится школа, в которой им предстоит набираться знаний. А кто вам сказал, что школу будут строить? По телевизору показывают. А вот и макет той самой будущей школы на 1100 мест. Это центральный корпус административный, этот корпус школы начальных классов, этот корпус школа старших классов. 42 класс-комплекта. Этот корпус, соединенный теплыми переходами спортзал, спортивный корпус, состоит из двух спортзалов и бассейнов. Что же мы понимаем, если мы сдаем в этом году, то полмиллиарда получаем в этом году. Если не сдаем в этом году, то эти полмиллиарда мы не получаем. Стимул хороший, а то другим достанется. Надо показать, на что способны. Михаил Васильевич, вот опять начинается новый этап, это уже теперь школы. С садиками вроде получилось, да? Алена Игоревна подтверждает, что... Не просто получилось, а Чувашская республика среди первых эффективно реализовала эту программу. Вовремя софинансировала, грамотные объекты предлагала строить. Очень красивые и есть чем сравнить. Я думаю, что сейчас важно показать еще и республику в программе по школам. Наша задача в течение трех лет снять вторую смену обучения детей в нашей общеобразовательной школе. Алена Аршинова два года назад принимала участие в торжествах по случаю открытия детского сада «Солнечный город» в Севинске. Подружилась с заведующей Натальей Волчковой и не упуская случая, чтобы лишний раз пообщаться с малышами. Принимают депутата Госдумы, отвечающего за реализацию проекта партии «Единая Россия» детсады детям радушно. Здравствуйте, Алена Игоревна! Мы, юные жители Солнечного города, рады вас видеть в нашем детском саду. Незнайка с синеглазкой повели ее к самым юным жителям сказочного города. Ребята, давайте Алене Игоревне подарим подарок в связи с наступающим великим праздником, Великой Пасхой. Дети вам приготовили подарки. Ничего себе, уже поставили подарки. Да, там яйца у нас, яйца волшебные. Так, давайте посмотрим. Желаю счастья. Игорь, корзинку пожеланий я тогда забираю с собой, буду вас вспоминать. Пока-пока, пока! У нас это особая группа, Алена Игоревна. Здесь ребята немножечко, им немножечко корректируют речь. Есть две золотых девочки в этой группе, которых мы очень любим. Наша Василисушка, посмотрите, как она старается. И наша Лизонька. Здравствуйте, Алена Игоревна. А кем хочешь стать, Лиза? Говорила ты, что врачом, то, что будет лечить детей. Врачом? Ну, правильно. Специально, если лечить детей, маму решили мне платье, мы готовы. Красиво. Это мне. А внутри там что? А внутри там конфеты. Конфеты! Сладких угощений из букета хватило всем. Здравствуйте! Сыня Сумаба! Ух ты! Здравствуйте! У нас в детском садике реализуется проект, который называется «Образовательно живые руки». Я смотрю, у вас и тесто, и творог, и сметана, да? А зачем вам это все нужно? Ребята? Хуран Кукли! Дево! Дево! Ничего себе! У нас есть возможность ускорить процесс и приблизить момент, когда Хуран Кукли достанут из печки. И можно будет их попробовать. Смотрите, ребята. Ну, ребятки. Можно? Ну-ка, давайте-ка, Лиза. Давайте-ка освободим местечко, да? У нас уже все готово, замечательно. Как красиво! Вот ведь как получается. Детсад красен не только своими углами, но и пирогами. Все как у взрослых. И многое делается и вместе со взрослыми. Есть даже группа здоровья, которая называется «Обновление». Девиз «Бабушки и мы – здоровье страны». Ребята рисуют, лепят, танцуют и даже знают, из чего и как приготовить умный пластилин. Научили они этому и свою гостью. Словом, законодатели не зря стараются, когда закладывают в бюджете средства на строительство дворцов для детей. У садика «Солнечный город» есть свой гимн, эмблема и флаг. Периодическое издание «Солнечные лучики». Есть и успехи в создании собственных видеоклипов. Все мечты сбываются, если учиться и трудиться. Здесь как-то по-семейному, уютно. И место есть для всех. И для детей, и для родителей, и для всех. Поэтому спасибо вам огромное. За последние 4 года в Чувашии построено 16 вот таких прекрасных детских дошкольных учреждений. Удалось обеспечить местами всех детей старше 3 лет. Потребности детишек старше 1,5 лет у Довли Турины на 85%. Вместе с Аленой Игоревной мы побываем еще в одном детском саду номер 202 Чебокса. Называется он «Город чудес». Здешние обитатели много умеют, а многому еще учатся. К примеру, соблюдать правила дорожного движения. Но случается, что лихачит даже в присутствии заведующей Веры Коновалы. А кто по встречной полосе поехал, ребята? Сплошная. Детский сад номер 202 является пилотной площадкой по реализации проекта «Юные чебоксарцы учатся плавать». Правда, инструктор по плаванию Андрей Суранов и его подопечные делают успехи и в дайвинге. Давайте, что нам покажут. Среди ребят Андреев, что покажут? Все, очень удалось. По моей команде готовиться. Руки чуть по шее. И... Здорово плавают ребятишки. И, что очень важно, в бассейне применена самая совершенная система очистки воды. А еще у детского садика есть отличная радиорубка, откуда дети вместе с воспитателями ведут радиопередачи. В преддверии Дня Победы они посвящены главным вехам Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны радио было самым важным. Оно всегда громко сообщало о событиях на фронтах. А кто самый знаменитый диктор в годы Великой Отечественной войны? Левитана. Ух ты! Ой, молодец. А как юных последователей Левитана зовут? Аванина Анна. А тебя? Федоров Алексей. А в спортивном зале, между тем, кадетский корпус усиленно готовился к параду дошкалят, посвященному Дню Победы. А у кого-то из вас есть папа военный? Нет. Дедушка военный. А у меня дедушка. А у меня прадедушка был командир. А у меня прадедушка был командир. У вас есть командир? Да. А кто? Придир. 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 Разрешите обратиться? Молодцы. Здорово у вас получается. Я думаю, что вы будете самым видным отрядом. Вы уж не подведите вашего командира, чтобы вы были лучшими. А члены шахматного кружка «Слоник» выявляли на тот момент самого сильного пешкоеда. При мудрости сложной игры помогали осваивать Михаил Мельник, он председатель шахматной федерации «Чувашии», и две самые главные фигуры – король и ферзь. Мастер-класс дала и Алена Аршинова, которая хоть и призналась, что давненько не брала шахмат в руки, но сражалась достойно. Заметил, что у вас настроение улучшилось после того, чтобы побывать в этом садике, правда? Ну, конечно, конечно. Мне кажется, что, во-первых, такие сады строятся как раз для того, чтобы и наша жизнь была лучше, и чтобы у наших детей была еще лучше жизнь, чем у нас, чтобы они шли в жизнь подготовленными. Ну, а так в мире мы идем не просто в ногу со временем в дошкольном образовании, а даже немножечко впереди. Общеобразовательная школа в деревне Шихобылово Урмарского района введена в строй в 2013 году. Детишек сюда привозят и из деревни Вознесенск. Для этих целей имеется свой автобус. А чтобы возить детей с ветерком и комфортом, проложили асфальтированную дорогу длиною более километра. Автобус снабжен системой ГЛОНАСС. Школа стала гордостью для всей округи и примером как в деле постижения знаний, так и в пропаганде здорового образа жизни. Ведь она носит имя прославленного землекарших обыловцев Валериана Соколова, олимпийского чемпиона по боксу. Директор школы Герман Станиславович Бордецкий доложил главе Чувашии и еще об одном потрясающем результате. Ну родители, у кого там трое детей, хотят четвертого родить, есть такие, которые пятые родили за то, что, говорят, школа есть. У входа Михаила Игнатьева встретил почетный караул, выставленный у точной копии знамени Победы. Школа активно готовится к празднованию 9 мая. Планируют различные мероприятия, в которых примут участие и жители деревни. Шахобыловская общеобразовательная школа имеет многофункциональный спортивный зал, где можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, проводить веселые старты. А у вас баскетбольная команда вообще есть, что ли? Участвуете в разных соревнованиях? В районе в этом году все призовые места. Школьная команда, сборная команда, да? Да, среди школьников и волейбол, и футбол, мини-футбол, и баскетбол. И как? Все призовые места. В баскетбольные места сможешь в первую очередь? Штрафные очки. Внимание! Ох! Молодец! В школе действуют различные кружки. Каждый может выбрать то, что ему интересно. Ученики шестого класса под руководством учителя технологии Петра Егорова мастерят самолеты и другие поделки из дерева. В указанном городе Чувашей республики Михаила Семидатьевым от 7 сентября 2015 года объявлен... Город человека труда! Спасибо! Молодцы! Хотелось, чтобы не только слова, но и дела у ребят складывались удачно. Первые шаги к этому они сделали. И еще одно кружковое занятие. Теперь уже по робототехнике. Сами забрали? Да. Работает? Да. Правильно забрали? Сейчас вы хотите здесь. Это различать цвет. Ага. То есть какой цвет какой-нибудь? Да. Состоялся и круглый стол с Михаилом Игнатьевым. Чувашия – территория будущего. Разговор касался самых разных сторон жизни. А отвечая на вопросы Михаила Васильевича, старшеклассники сказали, что учатся без строек и никто не курит. Примером служат учителя. Большинство старшеклассников хотят стать юристами, медиками и учителями. В аграрии, к сожалению, никто пока не стремится. Так же, как и в руководителе региона. Но на всякий случай, видимо, ребята поинтересовались у Михаила Игнатьева, какие качества вырабатывал он в себе, чтобы стать лидером республики. Никогда не надо лениться. Человеческие возможности, они безграничны. Поэтому любите себя, любите родителей, любите свою родную школу, любите учителей, у вас все получите. И пейте молоко. Ваша задача, дорогие школьники, взять будущее в свои руки. Вы готовы? Да. Мы за 10 лет будем строй, модернизировать, реконструировать 32 общеобразовательные школы. Если эту стоимость превратить, это примерно ориентировочно 12,5 миллиардов рублей. Ну вот какие-то есть новые у нас финансовые возможности появляются в строительстве школ, да? Вот какие-то есть договоренности с Минобразованием России по финансированию строительства? Не только ждем инвестиций в федеральный бюджет, мы еще вносим предложения по совершенствованию действующего законодательства. Регионы тоже наши предложения поддержали, потому что первоначально обсуждали вопрос, чтобы проавансировать 30% или вообще не выделять авансовые платежи. А только по факту, если мы построим за счет своих средств, соответственно, по факту только подтвердят. Но мы говорили о том, что покупательский спрос упал, кредиты подорожали, у нас нет денег. И у строительных организаций кто бы мог найти эти финансовые средства и мог построить? Нас услышали и 50% от стоимости школы, согласно проектно-спективной документации, согласно экспертизы, соответственно, будут выделены в этом году средства. Это была «Наша республика. Главная тема». В следующем выпуске программы мы побываем с вами на предприятиях агропромышленного комплекса. Съемки уже ведутся. До свидания. Продолжение следует...